Привет, друзья! Новогодние праздники неумолимо приближаются. Скоро 25 декабря. Рождество в Европе. Как вы думаете, какой самый любимый салат в Чехии? Да, это брамборовый салат. По-нашему, картофельный салат. В России самый любимый салат, самый желанный на новогоднем столе, это, конечно же, оливье. Так вот, брамборовый салат это что-то общее с оливье. Он даже внешне похож на оливье, но вкус все равно отличается. Вот все самые необходимые ингредиенты для того, чтобы создать вкуснейший чешский картофельный салатик. Для нашего салата мы будем использовать выверенные пропорции. Три средних картофелины, в среднем 450 грамм. В холодную воду добавляем чайную ложечку соли, ставим на огонь, добавим до кипения. Морковь 100 грамм, сельдерей в среднем 120-140 грамм. Точно так же отправляем в воду, чайная ложечка соли, добавим до кипения, снижаем температуру и варим до готовности. Пока наши овощи варятся, давайте с вами будем нарезать другие ингредиенты. Нам понадобится 2-3 соленых огурчика, в среднем 70 грамм. свежий огурец 100 грамм, репчатый лук 70 грамм. Вот, ребята, вода закипела. Сельдерей и морковь время готовности совершенно разное. Для сельдерея нам нужно 10 минут, так, чтобы он был мягкий, но в то же время еще оставался относительно твердым. Морковке понадобится в среднем минут 15, поэтому заводите таймер. 10 минут сельдерей убираем, морковку продолжаем варить. Свежее яблочко. 120-140 грамм. Красное яблоко будет хорошо смотреться. О, да. Оно и по вкусу будет хорошо смотреться, потому что у нас с вами очень много зеленых овощей. Здесь красные. Здесь вообще гармония, скажем так, витаминная. Вот в чем здесь у нас с вами история классная. Потому что вы же знаете, да, что в зеленых фруктах и овощах и красных различный набор витаминов и минералов. Поэтому, когда вы делаете салат из зеленых фруктов и овощей, добавляйте немножко красных для баланса. Яблочко порезали. Для того, чтобы яблоко не потемнело, немножко сок лимона. Чуть-чуть. Прекрасно. Сок лимона, кстати, нам даст замечательный аромат и вкус. Кусочек свежего хрена. Ребята, все овощи у меня мытые. Всегда овощи тщательнейшим образом мыть. Натираем на самой мелкой терочке. Хрен натерли. Немножко лимонного сока. Ну что, часть наших овощей готова. Отправляем их в чашку. Закрываем пленочкой, убираем в прохладное место. Ребята, картошка закипела. Следующий момент. Нам необходимо сварить два яйца. Отправляем вместе с картошкой. Яйца очень хорошо тщательно мытые. Сельдерин, наконец, готов. Отлично. Готов. Так вот, смотрите. Вот. Он еще достаточно упругий, но в то же время мягкий. Что с морковочкой? Да, морковке дадим еще две минуты. Две-три минуты. Сколько варить яйца? Вы знаете? Так вот, ребята, максимальное время для яйца вкрутую это 14 минут. Я буду варить 12 минут. Что же у нас с вами происходит после 14 минут? Так вот, ваш желток начинает сжиматься. Его поверхность становится синюшной. Вкус начинает меняться в худшую сторону. У него даже такое приобретает привкус резины. Поэтому запомните раз и навсегда. Если вы хотите сварить красивое, крутое яйцо, 12-13 минут максимальное время. Наш салатик я буду подавать с крастиньи. Крастиньи это такие гренки, кусочки хлеба. Приготовьте лист. Пергаментная бумага. Включайте духовку 180 градусов. Французская багета. Нарезаем пятачками. Какой ширины? Ну, чем тоньше, тем лучше. Вот в среднем полсантиметра. Думаешь 5 миллиметров? Да, это 5 миллиметров ориентировочно. Морковочка наша готова. Вот так вот, видите? Достаточно легко проходит, но в то же время еще упругое. Овощи не нужно переваривать. Так, чтобы они хотя бы сохранили хоть что-то полезное. Оставьте стакан воды вот этой жидкости. Эта жидкость нам понадобится позже. Прохладная. Тоже отправляем все охлаждаться. 12 минут прошло, яйца готовы. Отправляем их охлаждаться вместе с овощами. Картошка тоже готова. В среднем прошло 25 минут. Она не должна у нас с вами быть разваренная, но и не должна быть слишком твердая. Вот ориентировочно так. Видите? Чтобы держала форму. Совершенно верно. Отправляем охлаждаться в прохладное место. Давайте приготовим наши вкуснейшие гренки. Лист, пергаментная бумага. Друзья, я вам рекомендую каждый раз, когда вы организовываете праздник, какое-либо мероприятие, обязательно готовьте такие гренки. Они улетают со стола первыми. Оливковое масло чуть-чуть. Вот так вот. Семечки кунжута. Семечки мака. Отправляем в духовку до приятного золотистого оттенка. Затем, когда наши гренки будут готовы, мы их слегка припорошим хорошим сыром груер, ну или же любым сыром, который у вас есть. И еще подпечем, подгрелем, так, чтобы получить максимальный вкус. У меня прошло 10 минут. Сыр. О, как пахнет, мама миа. Отправляем в духовку еще буквально минутки на 2-3, не больше. Следите, так, чтобы он у вас не сгорел, но в то же время сырок расплавился. Наш замечательный хлебушек. Какая прелесть. Вкус невероятный. А, аромат какой. Ммм. 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 Попробуем. А, выпросила? Да. То есть можно вот так пить, всякого салата. Убираем в сторонку. Чтобы украсить наш салатик, я буду использовать кудрявый лучок и кудрявый перчик. Как их сделать, давайте посмотрим. Фокусы-фокусы? Ну да, рестораны при бомбасике. Конечно, можно обойтись и без этого. Это все, в принципе, понты. Но, когда вы украшаете красиво свой стол... И у вас есть к этому интерес? Да, конечно. Эти понты доставляют радости вам и вашим близким. Лучок нарезали. Отправляем его в холодную воду. Наш салат практически уже готов. Буквально через 10-15 минут мы уже будем его заканчивать. Перед самой подачей вы можете сделать вот такие вот финты. Делаем его потоньше. Вот так вот срезаем. И точно так же нарезаем очень тонко. Обратите внимание. Видите, как у меня пальцы стоят? То есть нож идет по ногтям. Поэтому я, в общем-то, не порежусь. Если вы будете тренироваться, то со временем будете вот так вот оборудовать ножом, как я. Отправляем в холодную воду. Все, это дело в сторонку на ближайшие 10-15 минут. Пришло время сделать французскую заливку. Когда я готовлю салаты типа оливье или вот как сегодняшний брамбровый салат, короче говоря, любые салаты с майонезом, я редко использую майонез, даже собственно приготовленный. Потому что основа для всех майонезов является рафинированное подсолнечное масло. Но если вы делаете салат, скажем, сегодня на завтра, то вы можете сделать прекрасную заливку, майонезную заливку, так, как я вам сейчас покажу. Я буду ее делать, смотрите-ка, из четырех различных видов нерафинированных масел. Каждое из этих масел обладает невероятными, полезными качествами для организма человека. Вот это рисовое масло, оливковое масло, это масло семечек, подсолнечное масло. Это масло из виноградных косточек. Альградных косточек. Альградных косточек. Альградные косточек. Вперед! Нам нужен один желток. Яйца для заливок, для майонезов очень хорошо в кипятке помыть. Это горчичка, видите, какая она красивая? Зернистая. Зернистая, да, с зернышками. То есть это получается у нас дижонская горчица и крупнозерновая дижонская горчица. Столовая ложка. Столовая ложка сока лимона. Много кислоты старайтесь не использовать в самом начале приготовления своего салата. Лучше потом добавим, когда уже салат будет готов, потому что огурцы могут быть очень агрессивно уксусные. Все это дело смешали. За основу своего майонеза, дрессинга, я буду брать рисовое масло. Это все нерафинированные масла. Добавляем. Ориентировочно 50 грамм. Оливковое масло. Грамм 30. Вы поняли, почему я использую за основу рисовое масло. Знаете, почему? Потому что у него нет выразительного вкуса. Оливковое масло обладает выразительным вкусом семечки. Поэтому его нужно использовать совсем немножко. Масло подсолнечное, нерафинированное. Тоже грамм 30. За основу, кстати, вы можете использовать виноградное масло. Оно тоже не имеет особого вкуса. У него такой приятный ореховый привкус. Соус форчестер. В среднем чайная ложечка. Черный перец не жалеем. А вот наша с вами водичка из-под моркови и сельдерея. Она очень неравна. Да. Добавляем. Разбавляем. Неполонная столовая ложка тростникового сахара. Выдавливаем два зубца чеснока. Столовая ложка петрушки. Ну, давай, Анютка, будешь ты первая? Попробуешь? Не боишься? Да нет. Я 30 пищу толад. Ну, давай, попробуй. Давай, отлично. Достаточно сахарком. Не слишком много кислоты. Очень хорошо звучит. Ну, прекрасно. То есть, как ты считаешь, что вкуснее, майонез или это заливка? Это заливка. Ну, потому что она очень богата на ароматы. Абсолютно, абсолютно именно. Ребята, вот обязательно, когда делаете подобные салаты, вот с майонезом, не надо майонез. Даже если вы его делаете самостоятельно. Вот сделайте вот эту заливку. Это просто бомбический вкус. Овощи наши остыли. Вперед, чистим. Вот так вот его просто подмяли. И заливаем наш замечательный дрессинг. Если салатик получится суховатый, обязательно используйте вот этот вот выбор от наших овощей. Добавлю еще петрушечки сюда. Еще зубчик чеснока. Немножко соли. Чуть-чуть черного перта. Друзья, наш салат готов. Когда же его кушать? Сразу на стол не нужно его подавать. Сейчас закрываем пленочкой, вставим в холодильник как минимум на 30 минут. Лучше час или два. Короче говоря, этот салат нужно готовить до того момента, как придут ваши гости. На следующий день этот салат вообще будет бомбический. До такой степени овощи, обменяясь своими вкусами и ароматами, это что-то невероятное. Ну что, давайте начнем сервировать. Как вам нравится? Давайте пробовать. Вот такой салатик. То, что доктор прописал. Легкий, свежий, необычный. Анютка, пожалуйста. Вроде бы картошка, да? Да. Вроде бы все то же самое. Но всегда необычный. Да. Хочу отметить, что у чехов очень много рецептов картофельного салата. Очень вкусно. Нежный. Это контраст с равных огурцов и яблочком. Заливка очень ароматная, вкусная. Легкий аромат суверея. Такая легкая-легкая сладость. Тут же острота. Ну, в общем... Гармонично все, да? Как всегда все гармонично. Ну, что ты скажешь? Есть схожий с оливье? Нет, безусловно. Продукты схожие, но он совершенно другой. Да. Он имеет право быть рядом с оливье. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Как самостоятельный. Можно подавать, ребята, еще вот таким вот образом. Берете наши греночки. Делайте бутербродики. Штук 10-15. На блюдо. На блюдо. Абсолютно верно. И человек подходит. Раз и закусил. Я тебе сейчас маленький кусочек дам. Да. А то я погорячился. Кусочек взял такой, что не пожалел. Как когда украине говорят, так то ж тебе. Ну, попробуй. Умоляю. Ты мне сухариком даешь? Сухариком, да. Очень вкусно. Добялся вкус сыра, мака, кунжута и оливкового масла. Очень вкусно. И уже заиграл совершенно по-другому, да? Можно сказать, уже и третий салат рядом можно поставить. Кстати, очень хорошо, что они тоненькие, 5 миллиметров. Хлеб не забивает вкус салата. Вот. Во всем должна быть гармония. Друзья, ну, все. На сегодня мы закончили очередное наше блюдо. Надеюсь, что вам было интересно. Вы для себя узнали что-то новенькое. Я буду рад от этого. Все наши подписчики, добро пожаловать. Наши спонсоры, большое вам спасибо за вашу помощь, за вашу поддержку. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok